Ну и снова на WorldSkills. Там на финишную прямую вышли ювелиры. В Красногорске продолжается соревнование молодых профессионалов со всей России. У участников осталось всего два дня, чтобы продемонстрировать свои навыки. Идарь Дементьева расскажет о том, какая огранка ценится во всем мире, почему российские выпускники колледжей на вес золота, и кто из них поедет на европейский чемпионат. Потому что это всероссийский чемпионат, и его победители сразятся с коллегами на мировом уровне. Аромат свежевыпеченных булочек и топленого шоколада останавливает прямо при входе на площадку соревнований. Сегодня у кулинаров пирожное в стиле «Тысяча и одной ночи». Субъективная работа они оценивают и гигиену, и всю технологию приготовления. Субъективная презентация они дегустируют, объективная презентация они взвешивают. В баллы переведут и суфлеи, и зефиры, и карамельные листики с марципаном. Но наслаждаться этим можно лишь визуально. В кулинарные цеха вход запрещен. А все пирожные в итоге съедят судьи. Поэтому двигаемся дальше. Это, пожалуй, самый творческий из всех четырех павильонов WorldSkills. Здесь соревнуются парикмахеры, визажисты, флористы и кулинары. В общем, все представители творческих профессий. Ну а самое интересное нас ждет в секторе ювелирного дела. И сейчас мы увидим, как из бесформенного камня появляется бриллиант. Хорошие ограничники в России на вес золота. Редкость этих профессионалов видна даже по количеству участников соревнований. Их всего три. Из Москвы, области и Санкт-Петербурга. И каждый уже стал бриллиантом. Одну из участниц огранили в колледже настолько, что она стала первой на всемирных соревнованиях в Америке, среди взрослых и с большим отрывом. Еще бы, ведь знаменитая русская огранка бриллианта, которую изобрели смоленские ювелиры, все еще считается всемирным эталоном. Но во время соревнований участники, чтобы меньше нервничать, ограняют искусственные камни. Сегодня здесь происходит огранка верных ставок из сетала. Сетал — это искусственный материал, который хорошо имитирует цветные драгоценные камни. У первого конкурсанта, участника конкурса, синий сетал имитирует синий сапфир. У среднего участника из Санкт-Петербурга красный сетал имитирует рубин. И у последней участницы, третьей, у нее желтый сетал имитирует оранжевый красивый бразильский императорский тапаз. На то, чтобы грани или фацеты, как говорят ювелиры, распускали свет на знаменитую бриллиантовую радугу, у огранщика могут уйти недели. Но на соревнованиях главная скорость. Участники третий день с утра до вечера, как они сами говорят, высвобождают камень из плена. По их словам, если не вложить душу в каждую из 86 граней, камень не оживет. Первоначально мы здороваемся с камнем, если так можно сказать. Мы хотим найти с ним что-то общее, представляя себя на место него. То есть это мы какие-то, может быть, что-то мы еще не умеем в жизни. И тем самым, ограняя камень, мы вкладываем что-то в себя и каждый день выносим какие-то уроки. Кто лучше смог договориться с сеталом, станет известно завтра. На чемпионате сражаются более тысячи участников со всей России. Молодые профессионалы соревнуются в 99 различных компетенциях. Победители войдут в сборную России и будут защищать уже триколор на международных соревнованиях в следующем году в Арабских Эмиратах. Дарья Дементьева, Артур Гавриш, Новости 360.